Инна алхамду лиллах, нахмаду хуа, настаину хуа, настафиру хуа, наузу биллахи мин шурури анфусина, ва мин сайи ати амалина, ман яхдихи ллаху фала мудилла ла хуа, ман юдлил фала хадия ла, вашхаду ан ла иллаха, инлаллаху вахдаху ла шарикала, вашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу, саллаллаху ассаллама алейхи ва алейхи ва алейхи ва сахбихи аджмайин, амма ба'б. После того, как мы с вами завершили чтение небольшого послания, небольшой рисаля, который принадлежал оперу шайх салям от того и ла хафизаху ллах и называлось хулияю халькафирун ла абуду мата'буду, где мы говорили о тафсире и полезных выводах из уроков, которые извлекли из этой суры. Если кто-то желает послушать более подробный тафсир на суру аль-кафирун, где мы приводили много слов шейху ла ислам ибн аль-тайми ибн аль-каима рахимаху ллах, то есть более подробный тафсир у нас из серии уроков заучивания Кур'ана методом праведных предшественников. Если вернетесь туда, иншаллах, там будет более подробный тафсир в несколько уроков, только одной лишь этой суры. Далее, иншаллаху тааля, с помощью, с позволения Всевышнего Аллаха, субханаху атааля, перейдем к следующему труду. Также небольшое послание принадлежит, опять же, Перу или автором его является Шейх Салим Ат-Тауэль Хафизаху Аллаху Тааля, и послание называется Аллаху Джалля Джалля Хуфис Сама. Аллах, субханаху атааля, наверху, или же Аллах над небесами. Однажды мы уже читали это послание, но в силу актуальности этого вопроса, решили повторить, еще раз продублировать, и, я думаю, вреда от этого не будет, иншаллаху атааля. К этому посланию делает свое вступление один из известных ученых, шейх Фалях ибн Исмаил Аль Мандакар, что, опять же, является показателем его отношения к шейху, так как многие говорят, что шейх Муктадир, шейх заблудший, шейх имеет в виду автора книги Салим Ат-Тауэля, первое, второе, третье, обзывают его разными словами, вместе с тем, как все, кто его обзывает и все, кто хорошо к нему относится, единогласны, почитают, уважают шейх Фалях Мандакара, рахимаху Аллаху Тааля. И поэтому отношение шейх Фалях Мандакара к шейху Салим Ат-Тауэлю, которое мы видим во вступлении этой книги, и вообще точно так же и в жизни, точно так же и в жизни, когда шейх Фалях был живой, как он относился к шейху Салиму, как он хвалил его, как он вел с ним взаимоотношения, то есть это все является показателем того, что он считался и уважал, и почитал шейха также, и любил в том числе. Говорит шейх Фалях, делает вступление иннальхамдалиллях, говорит, шейх Валлах принадлежит Всевышнему Аллаху, нахмадуху его мы восхваляем, ванастаинуху, у него просим помощи, ванастагфирух, и просим у него прощения, ван аузу билляхи миншуруре анфусина, васайи ати амалина, и прибегаем или ищем защиту Всевышнего Аллаха Субханаху Ат-Аля от зла наших душ и дурных деяний, тот, кого Аллах Субханаху Ат-Аля поведет, того никто не собьет, а тот, кого Аллах Субханаху Ат-Аля оставит, тому не будет наставника. И говорит, шейх, я свидетельствую, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сетоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да пребудет с ним благословение Аллаха и его мир над ним. А также над его сподвижниками и всеми теми, кто последовал за ним до самого судного дня, а затем, говорит шейх, говорит, я прочитал то, что составил и написал мой брат, шейх, вот это послание или вот эту книжечку, брошюрку, в которой он утвердил одну из великих основ, из основ Ахли Сунна Валь-Дяма. Уже понимаем, что значит этот вопрос не такой вопрос, какой-то неважный, второстепенный, на который не нужно уделять внимание, нет, он говорит, это основа. Основа. Что значит основа? Как фундамент у дома. Вот так же и здесь. И сделал он это, преподнес этот вопрос, говорит, интересным и красивым, в красивом виде. Аля тарика тиль мухавара, в виде диалога, в виде некого диспута. То есть разбирая этот вопрос, шейх не удовлетворился только лишь приведением доводов, допустим, аятов, затем хадисов, нет, он предоставил и раскрыл и разъяснил этот вопрос в виде диалога, в виде некого диспута между двумя людьми. Как мы, иншалла, в дальнейшем увидим. «Ва тахкикан ли амрель бильмаруфа нахианин мункар» Тем самым призывая людей к одобряемому, а призыв к правильной акыде, это самая первая, одна из первых и важных частей в вопросе призыва к одобряемому. «Ва нахианин мункар» и отстраняет порицаемого. «Ва мучадалетан биллятихи ахсан» и тем самым спорит посредством того, что является наилучшим фиррадди аля ахли ахвай и альбидар, опровергая тем самым приверженство своих страстей и новшеств. «Тех из них, кто отклонился от прямого пути Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя и тех, которые сошли с пути их посланника в этом вопросе». «И отошли от пути сподвижников». То есть Шейк, говорит, написал это для чего? Чтобы исправить, дабы укрепились те, кто на прямом пути в этом вопросе, и исправились те, кто сошел с него. Сошел с пути пророка, сошел с пути сподвижников, так как все они в этом вопросе имели единое мнение. Единое мнение, и у них была одна идеология, которая совпадала с друг другом. «Фаджаза, фаджазаллаху хайралджаза». Говорит, и пусть Аллах воздаст Шейху, автору этой книги, наилучшим воздаянием «вабарака фи альмихи ва амалихи», и даст ему баракат, то бишь благодать в его знаниях и в его деяниях. «Ва садда да аля л хақи вал хайри вал худа, и укрепит его на пути истинных блага и прямого руководства, ма якулю ва ма яктубу ва юхаррир». Во всем том, что он говорит, пишет и выпускает, «Иннаху та'аля валию залика вал каадиру алейх», и Всевышний Аллах Субханаху Аталия является покровителем и способным на это. Таковы были слова шейху Фалах Аль-Мандакара. Затем во вступлении книги говорит сам автор, «Саляматтауэль, хафизахулах, «Альхамду лилляхи л'алий и л'а'ля», говорит, «Хвала Всевышнему Аллаху, Высокому, Высочайшему». Обратите внимание на вступление. «Аль-Ладзи аля арши хистава», который вознесся над своим троном, «Вассалату ассаляму аля Расулихи л'лядзи хистава», и мир и благословение посланнику, которого он избрал, «Ва аля алихи ва сахбихи, ва ман ли азарихи ктада ау льктафа амма ба'ад». И тем, кто, то есть и его семейству, и сподвижникам, и всем тем, кто последовал по его следам, строго последовал по его следам, а затем. Обратите внимание, как автор начинает это послание и говорит «Аль-Хамду лилляхи л'алии л'а'ля». «Аль-Ладзи аля арши хистава». Есть у нас такая вещь, она называется по-русски «Мастерство вступления», скажем так, условно. То есть, когда ученые пишут вступление к своим книгам, к своим каким-то, может быть, кратким посланиям и брошюркам, они используют такой метод. Вот в красивой форме, в красивой форме, иногда это в рифму, в самом вступлении, как бы намеком, или же указывают каким-то таким легким указанием, указывают на то, о чем пойдет речь в самой книге. И мы сказали, как книга называется? Аллах над небесами. И как шейх начинает свое вступление? Не говорит «Аль-Хамду лилляхи раббил алямин». Нет, говорит «Аль-Хамду лилляхи л'алий и л'а'ля». «Хвала Аллаху высокому, высочайшему». Указанием на что? Что Аллах смотрел высок, наверху. «Аль-Ладзи аля арши хистава». «Который вознесся над своим троном». Видите, во вступлении это называется, кто знает, как по-арабски это называется? Кроме Рамиса. Нет, нет. Худба туль-хаджи – это сама худба. «Аль-Хамду лилляхи л'Аль». А именно вступление вот в таком виде, когда ты во вступлении в красивой форме, как бы намеком говоришь о том, о чем пойдет речь в самой книге. Вот это как называется, этот метод? Нет, не совсем. Называется «Бара'ату ли стихляль». «Бара'ату ли стихляль». И если вы будете читать книги, ну, книги Панаху, если вы возьмете книги Панаху, тоже очень часто ученые там употребляют такие слова, как, допустим, «Аль-Хамду». Если бы, условно, условно, кто-нибудь бы, если начинал, допустим, книгу Панаху, он бы мог сказать «Аль-Хамду лилляхи л'Ази рафа ас-самават». Хвала Аллаху, который сделал рафа небесам. То есть вознес небеса, так ведь? Водрузил небеса. В то же время слово «Рафа» это один из падежей. Так ведь у нас в арабском языке? «Ва насаба аль-Джибаль», например. «И водрузил горы», то есть сделал «насп». Вместе с тем, что «насп» это, опять же, один из падежей. Так ведь? «Аль-Хамду лилляхи аля кулли халь». Хвала Аллаху в любом положении, вместе с тем, что «халь» это одна из частей речи в арабском языке. Примерно нечто подобное. Когда, то есть, как будто бы намеком говоришь о том, о чем пойдет, как будто бы подготавливаешь. Это и называется «мастерство вступления». Что я сделал, шейх Салим? Таип. Шейх говорит, «Мастерство вступления» То есть, человеком, обладающим знанием, который защищает акиду ахли сунна валь-джама'а, или, то есть, поддерживает акиду ахли сунна валь-джама'а, который зыждется на Куране и сунне, и то, на чем были праведные пришественники, и между человеком, между спрашивающим человеком, который заблудился, который блуждает, и у которого нет твердой идеологии в этом вопросе. То есть, мешкается, колеблется между подобным человеком. Или же, между тем, кого заблудили, имамы заблуждения. Разве бывают имамы заблуждения? Да. Сам посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Иннама ахвафу ма ахвафу алейкум, а имма тальмудылин». Сказал, «Воистину, больше всего я за вас боюсь имамов, которые вводят заблуждение». «Хум а имма». Они имамы. Называйте, как хотите, муфтии, хазраты, устазы, имамы. То есть, кто такой имам? Тот, за кем следуют люди. Они имамы, но в то же время заблуждающие. Заблуждают. Также в хадисе имам Аль-Бухари, пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, то, что Всевышний Аллах не забирает знания, просто лишая и отнимая его у своих рабов. Однако забирает знания посредством смерти ученых. И когда не останется никого из ученых, пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «И люди возьмут себе главами, имамами, теми, за кем следуют, не вешт. Сами заблудились которые, и других заблуждают». Исходя из этого, мы понимаем, что есть имамы, есть какие-то предводители, но во зле, которые ведут тебя не к истине. И точно так же здесь шейх говорит, тот, кого заблудили имамы, те, кого заблудили, вот подобные заблудшие предводители. Имамы заблуждения из своих страстей. Имамы заблуждения из своих страстей. Здесь важно отметить, мы вчера с братьями тоже говорили, очень часто, когда людям говоришь, «Этот, допустим, этот имам следует своим страстям, или этот брат следует своим страстям». Многие люди понимают, что ограничено это понятие. Понятие «иттибау ль-хауа», следование страстям, понимают ограничено. Как? Они думают, потакает своим желанием, следует за своими прихотями, и все. Нет. Более правильно, если посмотреть со стороны шариата, понятие «следует своим страстям», это тот, кто не следует Курану. Какая разница? Разница в том, что человек, который понимает следование страстям, только лишь как потакание своим желанием, если мы ему приведем пример, и именно так и происходит. Когда люди, допустим, ты им говоришь, «Такой-то человек делает так-то и так-то, делает что-то сложное». Допустим, условно, бегает по кругу, делает сто кругов, и в каждом кругу говорит по тысячу раз «Ля илях и ля Аллах», а иногда просто «Аллах, Аллах». Ты ему говоришь, «Этот человек следует своим страстям». Он говорит, «Как?» Он просыпается во столько-то часов перед работой, за несколько часов, чтобы встать, пробежаться. Я видел, когда он возвращается, с него под ручьем течет. Он уставший, он уже не может, и все равно он это делает. И ты хочешь сказать, что он следует своим страстям? Я говорю, «Да». Почему? Потому что следование страстям – это не только лишь то, то есть совершение того, что приносит тебе наслаждение, то, что соответствует твоим желаниям. Нет. Следование страстям – это совершение всего того, что не соответствует Курану и Сунне. Независимо от того, нравится тебе это или не нравится. Независимо от того, приносит тебе это удовольствие или не приносит. Если это не соответствует Курану и Сунне, это и есть следование своим страстям. Некоторые люди говорят, мы выйдем сейчас на джихад. Мы говорим, какой джихад? Мы уйдем в лес 5 человек и будем там по одному грибников, лесников вылавливать, заставлять их принять ислам, если не примут, делать с ними то, что захотим, и забирать их трофеи. Не знаю, грибы, может, корзинками, не знаю, что там у них. И так далее. Будем делать джихад, говорят они. Мы говорим, вы следуете своим страстям. Он говорит, как следуют своим страстям? Они оставили свои мягкие перина, они оставили вкусную еду, приготовленную дома, живут в лесу, где-то там в берлоге у медведей и так далее, кушают грибы, которые они отняли на джихаде. И ты хочешь сказать, что они следуют своим страстям? Я говорю, да. Почему? Потому что у него понимание изначально неправильное. Он думает, что человек, который как-то усложняет себе жизнь или делает что-то, что тяжко для него, то, перед чем ему приходится терпеть, он уже не может следовать своим страстям. Потому что изначально понимание неправильное. Нет, может. Может. А иногда человек может делать нечто легкое и простое. Однако что? Соответствующая суння, и он не следует своим страстям, а следует откровению. Поэтому Абдулла ибн Мас'уд и говорил, сказал, проявление умеренности на пути сунны намного лучше, чем проявление старания на пути бедаатов. Один старается, насыба, как Аллах Суфанты говорит, делают, совершают, устают, и будут гореть в огне. Значит, можно, может человек устать, извиняюсь за выражение, заколебаться и так далее. Но что? А затем получить за это еще и грех. Как уйти от этого? Как сделать так, чтобы этого не было? Сопоставляйся с Кураном и сунной. Если человек следует Курану и сунне, значит, он отдалился от следования своим страстям и следует вахи. Если же человек не следует Курану и сунне, здесь уже независимо, тяжко ему, легко ему, приносит это ему удовольствие или нет, он все равно следует своим страстям. Потому что Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, говоря про пророка Мухаммада, сказал, И он не говорит по своему пристрастию, он не говорит по своим желаниям, а то, что он произносит, это откровение. Есть либо откровение, либо страсть. Все, что не откровение, значит страсть. И мы не смотрим, тяжело или не тяжело. Не это мерка. А мерка что? Далиль. Есть или нет? Есть Далиль, значит, ты следуешь сунне. Нет Далиля, значит, своим страстям следуешь. Маххум. И поэтому автор сказал, что диалог между двумя людьми, которые ввели в заблуждение имамы, имамы заблуждения или же приверженцы своих страстей. Здесь делает шейх примечание в сносках. Говорит, Иногда Всевышний Аллах, субханаху атааля, в Куране приводит примеры. Приводит примеры. Для того, чтобы приблизить понимание, как говорят арабы, посредством примеров становится ясно то, что имеет в виду человек. Иногда ты ему объясняешь, говоришь, приводишь какие-то определения. Говорит, нет, брат, сложно. Говорит, брат, смотри. Два плюс два, четыре. Нет. Иногда говоришь, допустим, смотри, брат, на примере. Так, так, раз, два, три. Он говорит, а, вот теперь понял. Часто же так бывает. Когда приводишь какую-то аналогию, сравниваешь с чем-то, или приводишь примеры, люди начинают понимать. Для того, чтобы приблизить понимание людей и облегчить людям некоторые вопросы, сам Всевышний Аллах, субханаху атааля, приводит в Куране примеры. И следует этим путем, последовали большая группа ученых. Фикуту бихим. Ихтида анбель китабель азиз ванусхан лил умма. То есть, и многие ученые точно так же приводят примеры в своих книгах, следуя тем самым Писанию Всевышнего Аллаха, субханаху атааля. И желая тем самым исправить, или же проявляя искренние отношения в сторону общины мусульман. Битануи асалиб. Лиасху ли алейхим фахмуль мурад. Разными методами это делают, разными способами, но цель у них, чтобы легче, понятнее, доходчивее разъяснить какой-то вопрос. К чему говорит этот шейх? То, что он именно этому примеру и последовал. Чтобы разъяснить вот этот вопрос, айн Аллах, субханаху атааля, то есть, где Аллах? А этот вопрос, братья, должен знать каждый. Каждый взрослый мусульманин должен знать даже ребенок. И мы должны обучать этому наших детей. Именно поэтому, шейх Салям Ат-Тауиль в одной из своих маленьких книжек, которая называется «Ас-илятун-ва-аджубатун-лис-сигар ля-яс-тагни ангел-кибар» Вопросы и ответы для детей, которые важно знать также и взрослым. Также затрагивает этот вопрос и делает его вторым вопросом в своей книге. Первый вопрос «Ман раббок», а это Аллах, то есть, тот твой Господь. А второй вопрос говорит «Айн Аллах», «Где Аллах?» И сам же отвечает и говорит «Фиссамаа», что он наверху. Это должны знать дети и точно так же это должны знать и взрослые перед ними. Поэтому шейх также применяет этот метод, метод примеров и приводит в пример некий диалог, который состоялся между двумя людьми. Мухаммад Ибн Салих Аль-Усаймин Рахима Аллаху Та'ала «Аль-Инсан иза дараба масалан би кыса». Мисли он якуль «Адри булякум масалан би роджулин». «Кала каза ау фа'ля каза ау хасалат ва натиджатуху каза ва каза фа хазихи лаба сибиха». Он говорит «Мухаммад Ибн Салих Аль-Усаймин сказал «Если человек приводит какой-то пример кому-то или даже приводит какую-то историю и говорит я приведу тебе пример я тебе расскажу историю». Какой-то человек сказал то-то и то-то условно может быть этого и не было но это допустимо это может быть так и поэтому он хочет на примере раскрыть и говорит допустим какой-то человек сказал так-то и так-то или сделал то-то и то-то а затем случилось то-то и результат этого был такой-то он говорит в этом абсолютно никаких проблем нет нет ничего страшного в подобных примерах И в Куран Сам Всевышний Аллах в Куране приводит пример и говорит, допустим Аллах говорит, приводит Аллах тебе пример Аллах приводит вам пример двух мужчин а, прошу прощения, приводит пример мужчину которым владеют несколько человек несговорчивых между друг другом и также приводит человека который служит только одному человеку Аллах говорит, неужели они сравнятся Смотрите, Всевышний Аллах вот этим примером хочет разъяснить вопросы ширка и таухида хочет, чтобы люди поняли какова разница между единобожником и между язычником многобожником Мушриком и приводит такой пример Говорит Аллах приводит вам пример человека слугу который служит нескольким несговорчивым хозяевам и приводит человека который служит только одному человеку Неужели, говорит, они сравнятся эти два человека Первому несколько хозяев Один ему в одно время говорит, сделай то-то Второй, который также является его хозяином, которому он также служит, которому он также покорен Говорит, в это же время сделай нечто другое Третий его хозяин, и они не могут сговориться, у каждого свои желания, у каждого свои хотелки и прихоти Третий ему говорит, нет, в это же время, уже совсем в другом месте, сделай совсем другое дело Что ему сделать? Разорваться Таково положение мушрика, он разрывается между своими объектами поклонения Ему надо угодить одному, принести жертву второму Попросить мольбу у третьего и четвертого Аллах говорит Тот, кто совершает ширк, подобен тому, кто падает с неба И подхватывает его птица Или уносит его в ветер В далекое место И вот он точно так же, как перышко летит И ветер вправо подует, он вправо, влево и так далее Кто-то птица какая-то посчитала это за что-то там Не знаю, за какое-то насекомое, раз, подцепила его Потом выплюнула, поняла, что это перышко И унес его в ветер Вот так же мушрик на протяжении всей своей жизни Удовлетвори одного, угоди второму, третьему Аллах субханахваталек И человеку, который служит одному У него один хозяин Он ему приказывает, тот выполняет Он повелевает, он делает то, что он захочет И хозяин доволен им, и он доволен своим хозяином И вот так всю жизнь поклоняется одному И Аллах субханахваталек приводит такой пример Если вы поняли на этом примере, вы ведь знаете, вы знаете, видели, что такое слуги, как они служат Видели хозяев, видели несговорчивых, противных, высокомерных хозяев Все это вы видели Поэтому я привожу вам пример Раба или же слугу, у которого несговорчивые хозяева И слугу, у которого один хозяин, которому он служит Неужели сравняться эти люди Скажи хвала Аллаху Однако большинство из них не знает И поэтому что? Аллах субханахваталек приводит здесь пример Вот этот пример, чтобы до нас более доходчиво, понятно, ясно разъяснить вам вопрос Ширка и Таухида Какая разница между единобожником и многобожником? Но делает это вот на этом примере Вот точно так же с Шейхсалем То есть имеется ввиду, последовал этому методу Методу приведения примеров И мы с вами до этого тоже не раз говорили Даже элементарно Буния лисляму аля хамс Ислам построен на пяти Что значит построен? Ислам это какой-то дом? Нет, но мы видели, как строятся дома Нам это ближе для нашего понимания Так ведь? Поэтому пророк сказал, что Ислам зыждется на пяти Ислам построен на пяти Сравнивает Ислам, что является какой-то Не какой-то материальной вещью Так ведь? Однако приводит пример материальной вещью Чтобы было ясно Точно так же здесь Поэтому Шейх Ибн Усаймин говорит Поэтому если человек Приводит, допустим, какой-то пример Даже если этого не случилось Даже этого не случилось Но он делает это как пример Говорит, допустим, некий человек Некий человек Сделал так-то и так-то Результатом чего стало то-то и то-то Или случилось так-то и так-то В этом проблем нет Или ты можешь сказать Брат, представь следующую ситуацию И возможно придумать ее от себя даже Возможно придумать ее от себя Но Чтобы, конечно, это было допустимо Чтобы это действительно Только лишь для понимания В этом проблем нет Но опять же Опять же Когда человек рассказывает истории Приводит какие-то примеры Не нужно переходить границы Потому что очень часто Все это перерастает во что? Кусас Человек начинает превращаться В кого? В рассказчика Как различить между рассказчиком И призывающим Курану и Сунни? Ведь иногда призывающий Курану и Сунни Как мы видим, как говорит Шейх Тоже приводит истории Как? Наам У того, кто призывает Курану и Сунни Основа Это Куран и Сунна Если ты посмотришь Условно Его уроки 95% Даже больше Это будет сказал Аллах Сказал пророк Саллиллаху алейхи вассалям Возможно 5% из 100 Или даже менее Будет какой-то пример Или какая-то история Однако Если ты посмотришь на Кусас Ты видишь то, что Их призыв Когда они призывают к одобряемому Отстраняют от запрещаемого Все, что они говорят Однажды в таком-то городе Случилось так-то А такой-то человек Ослушался свою маму И превратился в того-то И случилось так-то И тому подобное Я не говорю о всех бедах Которые Ибн-Уль-Джаузи Так же упоминает Относительно Кусас Что в основном Они опираются Недостоверные истории На лживые И некоторые люди говорят Как мне приходилось Тоже в диалог вступать Они говорят Так ведь сам Всевышний Аллах Субханаху атаку атаку Приводит Кусас Так ведь Мы рассказываем тебе Наилучшие рассказы Почему ты нам запрещаешь Мы говорим Вот в этом-то и причина Рассказов Которые рассказал Всевышний Аллах Достаточно Тех рассказов Которые упомянуты В Сунне Пророка Салаллаху алейху ассалям Достаточно нам И они самые лучшие И они достоверные Зачем придумывать От себя И делать это Основой своего призыва Так что ты Прославляешься Среди людей Как кто? Как Кусас Как рассказчик Не было этого Во время праведных Пришественников Отворачивались они От этого И с порицанием Высказывались Относительно подобных Людей Далее Шейх говорит Причину Написание Или составление Этого труда И говорит Я написал этот труд Для того чтобы Поддержать истину Или внести свой вклад В поддержку истине Проявив свое Искреннее отношение По отношению К людям И творениям Всевышнего Аллаха И прошу Всевышнего Аллаха Чтобы он Повел прямым руководством По причине Этой книги По причине Этого Примера И диалога Этой брошюры В нашем случае Возможно Переводы этой брошюры Просим Также Всевышнего Аллаха Сухана Хуаталя Чтобы он Повел по прямому пути Мусульман А тех кто И так был на этом пути Чтобы даровал им Якин И убежденность Относительно этого вопроса Вопроса Акиды Вопроса Который является Основополагающим Вопросом Акиды Даровал Мусульманам Якин То есть убежденность И уверенность В этом вопросе Мир и благословения Пророку Мухаммаду Его сподвижником И хвала Аллаху Субханаху В начале В конце Говорит шейх Во вступлении Субханаху Субханаху Бхамдик Ашхадан Ла Илла Анат Стафир Коватуб Иллая Чезак Блак Хайр Субханаху Субханаху